Я насильно хочу женить сына. Подожди в юмку. Ты мне помочь не можешь. Любовь отходит на второй план, когда речь идёт о сохранении рода. Ненцы – малочисленный кочевой народ, где на женщине чум, на мужчине – олени. Семья – не ячейка общества, способ выживания. «Белый ягель» – история о несчастной любви. Картина, снятая по книге ненецкой писательницы, правдоподобно передаёт быт, уклад, проблемы. В том числе и обучение на большой земле, с которой возвращаются назад не все. Снимали кино два года специальными камерами, которые не замерзали на морозе, а работать приходилось и при минус 43. Капризов в технике не было. Капризничали, по признанию режиссёра, лишь олени. Когда уставали, они просто ложились на снег, и уговоры были бесполезны. Ненецкий язык был оставлен режиссёром специально для колорита, что, естественно, добавляло трудности актёрам. Язык очень сложный, произношение чудовищно сложное. И они пытались, они изучали каждый день. На съёмках, как выяснилось, не очень качественно они это сделали. И мы там, в принципе, не успевали всё это исправить. И исправлялось всё на озвучке. Языковые трудности могли бы появиться и при работе над другой конкурсной картиной «Две женщины», где одну из главных ролей сыграл англичанин Рейн Файнс. Но не случилось. Актёр с 1993 года изучает русский язык. Онегина читает наизусть. Всю съёмочную группу во время работы настоятельно просил говорить только на русском языке. Езык Тургеневу Вера Глаголева решила экранизировать четыре года назад в ту пору и помечтала о появлении в её картине Рейна Файнса. Без лишнего пафоса великого английского актёра, снявшего Кориолана по Шекспиру, сыгравшего Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», прославившегося благодаря английскому пациенту. Мы приехали в Лондон, и мы, конечно, подарили ему свою кассету, диск одной войны. И когда мы приехали в Лондон, его агент, который был рядом с ним, сказал, что, девочки, не волнуйтесь, всё, я думаю, будет хорошо, потому что ему очень понравилась одна война. Я думаю, что вот это было, конечно, основным. Но амурчане шли не на иностранцев посмотреть историю о влюблённости барыни в наставника своего сына. Зрители решили оценить благодаря имени режиссёра. Большинство зрителей за 12 лет фестиваля в Благовещенске стали знатоками. Смотрят много, к выбору картин относятся внимательно. Первый был очень плохо, второй чуть получше, третий, ну, четвёртый, темно. Ну, вот этот, не знаю, всё-таки Вера Глаголева. Пришли не на фильмы, пришли на режиссёра. У Веры Глаголевой плохих фильмов нет. Оправдались ли зрительские ожидания, можно будет узнать на закрытии фестиваля. Одного из «Золотых журавлей» вручат именно после подсчёта мнений амурчан. Светлана Соловьёва, Александр Матвеев, программа «Город». Светлана Соловьёва.